Продолжаем изучение C-Sharp, на этот раз урок номер 8, поговорим про циклы, для чего они нужны, как они используются, ну и проделаем несколько экспериментов. Я вам напоминаю, что подписаться лучше на канал, чтобы не пропустить уведомления о том, что появились новые видео, в том числе обучающие. И все, переключаемся, начинаем писать код. Итак, друзья, с чего бы хотелось бы начать? Ну, допустим, у меня есть пожелание такое дикое, прям вывести вот это вот Hello World с цифры 1, с цифрой 2, с цифрой 3. Ну, а если мне потребуется 100 раз вывести, я же не должен копировать код. Во-первых, копировать это не есть хорошо в программировании на самом деле, а другими словами, это можно делать по-другому, более эффективно. Для этого используются циклы. Циклы это такие штуки, которые позволяют выполнить код одинаково то количество раз, сколько вам потребуется, ну или на основании какого-то условия. Например, давайте для начала вот это очистим, мы создадим переменную, которая называется counter, будет она содержать целочисленные значения, и изначально будет равно 0. И я хочу, чтобы этот, давайте я отключу эту подсказку, вот, чтобы она не мешалась. Изначально я хочу, чтобы у меня вот это слово Hello World с цифрами от 1 до 10 вывелось, ну, допустим, ну, пусть она выведется там 10 раз. И я могу сделать следующее. Во-первых, можно использовать несколько вариантов зацикливания кода. Это while, do while и for, и for each, мы про них про все поговорим. Начнем с while. While это то, чего выполняется столько раз, пока не будет выполнено условия. То есть, пока counter у меня, в моем случае, меньше, допустим, 10, я буду выводить вот это сообщение. В противном случае, оно выйдет из цикла и не будет выполняться. И я вот сюда хочу написать как раз, ну, давайте напишем через вот такую штуку, я напишу counter. И сейчас у меня counter выведется от 0 до 9. И давайте это просто выполним и проверим, что это действительно работает. Это не будет работать. Правильно. У меня зацикливание. И это есть большая проблема, когда пользователи, то есть разработчики не отслеживают. То есть, не отслеживают код, который их выполняет. Смотрите, как растет память. А в чем причина? На самом деле, все очень просто. Причина в том, что я... У меня это условие никогда не меняется. И, то есть, у меня всегда counter равен 0. Плюс, соответственно, вот это будет вечный код, никогда не закончится. И современные студии, как-то разработчики, современные студии, фух, современные среды разработки, например, Visual Studio, она подчеркивает мне и говорит, что это событие, то есть, это условие никогда не изменится. И это, ну, как бы плюс, тем не менее, если у вас нет Visual Studio, или вы используете другой, внимательно следите за тем, как и что вы пишете. Для того, чтобы это у меня изменилось, мне нужно сказать, что у меня counter равен counter плюс 1. Ну, и это можно написать короче. То есть, для чего у меня увеличивается counter? Чтобы потом, когда у меня из этой строчки будет проверка, у меня counter равен 0, потом напишется сообщение, потом у меня увеличится на 1, и снова перепрыгнет на проверку вот этого самого counter, его значения, и там уже будет не 0, а 1. И таким образом будет увеличиваться. Ну, и надо сказать, что вот эту фразу можно написать короче, достаточно сделать таким образом. Смотрите, у меня предупреждение исчезло, и я запускаю приложение. И вот оно выполнилось. И, собственно говоря, то, о чем я и говорил. Выполнилось от 0 до 9, вывелась эта фраза, чуть ли не замечательно. Ну, допустим, мне не нравится с 0 до 9, я хочу с 1 до 10, и это тоже легко делается. Я могу здесь написать, что counter равен 1. Здесь могу добавить равно. Ну, и, соответственно, если я снова запущу, у меня counter будет изменен от 1 до 10. Ну, или можно было добавить сюда 1 плюс 1. Ну, это уже нюансы реализации. Что, собственно говоря, дает этот цикл? Я могу выполнять одну и ту же операцию столько раз, сколько мне потребуется на основании условия. Надо сказать, что если у меня counter будет сразу равен 10, то это условие не выполнится ни разу. И вы видите пустое сообщение. А, больше либо равно. Да, я вас обманул. Я просто, если вернуть вот на такой вариант, вот, меньше 10, и я здесь поставлю 10, то у меня это условие не выполнится ни один раз, то есть ни разу, и, соответственно, меня предупреждает об этом среда разработки, то есть Visual Studio. Ну, надо понимать, что эта штука работает в том смысле, что когда вы используете конструкцию while, этот цикл может не выполниться ни разу. Другими словами, есть еще другая конструкция. Давайте ее закомментируем и напишем do while. И здесь уже работает таким образом, что проверка случается минимум один раз. То есть, нет, не так. Неправильно сказал. Здесь получается, что код сработает все равно хотя бы один раз. То есть, потому что сначала будет выполнено действие, а потом будет проверка. И в данном случае сначала проверка, потом действие. И нужно просто понимать, как это работает. Ну, и, соответственно, у меня опять предупреждение, что каунтер мне не изменяется. Давайте запустим это еще раз. Ну, и, собственно говоря, ничего не изменилось. От 0 до 9 прибежала строчка и обновилась. Но если я поставлю каунтер равен, допустим, 10, 11, неважно сколько, и снова запущу, то у меня он отработает один раз. В данном случае показал каунтер равен 11 при условии, что меньше. То есть, как я и говорил, в данном случае, если говорить про эту строчку, выполнилось не одного раза, если условие не соблюдилось, не соблюдилось, не соблюдилось. А в этом варианте, когда используется do while, сначала выполнилось это условие один раз, потом была проверка. А здесь была проверка, а потом условие не выполнилось. Нужно понимать, как это работает. Здесь, на самом деле, все просто, поэтому поехали дальше. Какие есть еще варианты? Здесь есть условие, и оно в данном варианте каунтер меньше 10 обозначает, что если оно соблюдается, то выполняется какой-то код. И, соответственно, если не соблюдается, то в одном случае оно не выполняется в первом, и во втором оно выполняется только один раз, только после этого проходит проверка. Я же хочу, чтобы у меня, допустим, каунтер напечатался, ну, допустим, эта строка, опять же, давайте ее сюда, ой, скопируем. Я хочу, чтобы эта строка просто, тупо выполнилась, ну, допустим, 15 раз. Я могу использовать другой тип цикла, который называется for, и у меня есть подсказчик visual studio, она у меня сделала snippet, то есть написала предварительный код, который уже запрограммирован, мне нужно туда поставить параметр. Я хочу, чтобы у меня код выполнился 15 раз, ну, в данном случае я хочу от 1 до 15, я начинаю с нуля, и, собственно, этот цикл обозначает следующее. Я объявляю, то есть специально зарезервировано слово for, и внутри объявляется переменная, ну, в данном случае это i, и она начинается с нуля, и сразу идет проверка, если i меньше 15, то i увеличивается на 1, как мы уже говорили, то есть на единичку, и пока этот цикл работает, пока вот это условие соблюдается, печатается то, что находится вот в этих вот скобках. Ну, и в моем варианте здесь нужно уже написать, давайте это уберем, чтобы она не смущалась, здесь уже нужно написать параметр i, который, собственно говоря, возьмется отсюда, и нужно просто определиться. У меня изначально i равно 0, проверяется меньше 15, то есть от 0 до 14 будет видно сообщение, ну, и как вы видите, от 0 до 14 это действительно так, и если я, допустим, хочу от 1, то я могу здесь поставить либо 16, что, собственно говоря, будет соответствовать от 1 до 15, или поставить 15, но добавить еще равно, то есть меньше либо равно будет говорить, что тоже от 1 до 15. Это третий вариант обработки определенного параметра, определенной строки определенного пираметра кода, если так можно выразиться, в цикле, то есть повторять его определенное количество раз. Ну, и надо сказать, что есть еще один вариант отображения в цикле какого-то кода, и давайте закомментируем эту штуку, и напишем его вот так вот, for each, то есть в простонародье это с английского языка переводится как каждый из, и мне нужно какую-то переменную, собственно говоря, обозначить, ну, давайте создадим, давайте создадим int, int, array, массив, ну, допустим, нам нужен массив, ну, добавить тоже от 1 до 10, и numeral пусть будет range 1, ну, давайте 20, в конце концов, я вот так вот сделаю, ой, я запутался, int, var, название переменной, counter пусть будет, равно, и вот таким вот образом, range, а, и numeral, ну, давайте to array, вот таким вот образом у меня получается переменная, которая будет содержать массив int-овых значений от 1 до 20, и здесь я, собственно говоря, могу с ними поработать, for each, что, как работает for each, for each, это, когда мы берем какую-то переменную, например, current, да, мы ее обозначим таким образом, и говорим, где мы хотим эту переменную перечислять, в массиве, который называется counter, ну, может быть, counter не очень корректное название, может быть, давайте вот так вот, items, вот, и здесь напишем, items, и тогда здесь можно написать item, ну, если вот по правилам именования, да, items, множественное единичное число, здесь будет у нас просто написано item, но даже вот студия предлагает, таким образом мы создали массив, из целочисленных значений, от 1 до 20, теоретически можно было вот это вот, написать даже вот таким вот образом, int, ну, в смысле, массив, items, равен, u, ну, то есть вот таким вот образом, 1, 2, 3, и там до самого низа, в общем, как в том анекдоте, 3, 4, ну, в общем, так долго, поэтому я создал другой вариант, ну, давайте проверим, что работает и тот, и тот, и в общем-то, что нам теперь нужно, нам нужно снова так же вывести, это самое сообщение, которое hello world, ну, в данном случае, мы уже должны поставить item, и item в нашем варианте, это int, вот, обратите внимание, это int, и я запущу, ну, у меня сейчас будет их 6, вот, от 1 до 6, а если я использую инициализацию через innumerable range, который говорит о том, что, упс, возвращается целочисленное, ну, в данном случае, int 32 значения, которое, последовательность, мы его приводим к типу array, мы еще об этом чуть попозже поговорим, в общем, это тоже будет тот же самый массив, и сейчас я запущу, ну, и как вы видите, от 1 до 20 сообщения выводится с подстановкой counter, то есть, с подстановкой int, значения, который перечисляется, ну, вот, какие бывают перечисления, вам нужно научиться ими пользоваться, это очень серьезная и мощная штука, которая, на самом деле, очень сильно упрощает написание кода, я с вами на этом прощаюсь, вам всего доброго, и пишите правильный код,